Девушки отдыхают Девушки отдыхают Капитан Густо и его экипаж подружились с дикими животными Просто гениально, браво! Да бред, это все! Я помню то чувство, когда я впервые погрузился в воду Эту бесконечность и чистоту Столько лет я смотрел, как ты двигался вперед С восхищением Я восхищаюсь тобой, отец Ламбер Уильсон, Пьер Нине, Одри Тату Я всегда тебя любил Умеешь ты врать, Жак Одиссея 30 лет назад я открыл новый мир И захотел его покорить Но должен был его защищать Еще не поздно С первого декабря Майкл, как твои дела? Я нашел кое-что очень интересно Рынок жилой недвижимости держится исключительно на невозвратных кредитах Они рухнут Рынок недвижимости надежен, как скала Это бомба с часовым механизмом То есть Майкл Бьюри, который стрижется в дешевой парикмахерской и не носит ботинок, знает больше, чем Аллен Гринспан? Доктор Майкл Бьюри, да, знает Ты знаешь что? Меня это бесит Крупные банки разоряют простых американцев Я просто в бешенстве от этого Невероятно А потом заходит этот парень и говорит Затевается какая-то авантюра И пока крупные банки делили большой куш Несколько инвесторов увидели то, что не замечали другие Мировая экономика готова рухнуть Я уверена, что мировыми банками движет скорее материальная мотивация, чем жадность Вы ошибаетесь Никто не обращает внимания Банки одержимы на живых А их тупость принесет нам прибыль Делаешь ставку против банков? Они решат, что мы под кайфом Гениально А веры никогда не прокатывались Рано или поздно все вскрывается Какого черта мы об этом забыли? Как банки такое допустили? Это все от их тупости Это не тупость, это мошенничество Объясни, где границы между преступным и тупым И я сдам брата моей жены Вы понимаете, что вы сейчас сделали? Вы пошли против американской экономики Если ты ошибаешься, то потеряешь все Банки обманывают американцев Теперь мы можем выбить им зубы Ну все, поехали Вы даете кредит из стриптизерши? У них много налички Ты не сможешь ее выплатить Ни одну суду? Что значит ни одну? У меня пять домов И квартира Я никогда раньше не была в Шотландии Там очень романтично Ты романтик? Он чудесный человек Я это знаю Но ему плохо Я хочу понять, что с ним произошло Я не верю в ваш мнимый обет молчания Война оставляет след Говорит Би-Би-Си Войска союзников в Сингапуре сдались японцам Когда мы сдались, японцы сказали Вы не воины Настоящие воины умерли бы от стыда У вас нет чести Вы здесь, чтоб строить Построить железную дорогу Если поможете Получите честную войну Но мы сказали нет Получай! Мы выжили ради битвы Ради возмездия Он жив? Он жив И я знаю, где он Он не догадывается, что ты идешь Значит, так ты собираешься поступить Боюсь, музей сейчас закрыт Странно, что ты не узнал меня Ломакс? Здесь я задаю вопросы Отвечай Я удивлен, что ты выжил Что произошло в той комнате? Что они с тобой сделали? Многие из них пережили настоящий ад Остается лишь надеяться, что они смогут справиться Мой муж не может Я люблю его И хочу помочь Что бы ни случилось Вы будете рядом Я должна Я через многое прошел Знаю, что и ты тоже И ты очень дорога мне Эта ненависть Должна пройти Бог в помощь Бог в помощь Бог в помощь Основано на реальных событиях Решив остаться Ты уже не уйдешь Да Труд Есть служение Господу Расскажи мне О своей жизни У тебя наверняка кто-то есть Возлюбленный Нет Ты меня обманываешь Тебя выдают глаза Тебя выдает Душа Текера Нет, нет Правда Освободит тебя Режиссер Флориан Галленбергер Так тебя тоже сюда отправили Я пришла сама За тобой Здесь огромная система туннелей Целый потайной мир под землей Нет Ты собираешься бежать Ты не видишь Ибо глаза твои слепые Ты ничего не чувствуешь Бежи бы сердце твое из камня Господь всемогущий Бежим Господь всемогущий Открыть двери Открыть двери Эмо Уотсон Раскройте глаза Даниэль Брюль Раскройте Микель Нюквест Глаза Не бойся Господь любит нас всем Колония Дигнидат Марш Фредди Стейнмарк Каждый день с отцом здесь занимается после тренировки По-моему, исключительно красавчик Заводи машину Привет 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 Сходим на свидание Часов семь Она согласна Согласна Спасибо, Дебби Ага Приготовились Марш Давай, Билли Быстрый ты для такого громилы Победа будет за нами Вперёд, парни Пошёл Тачдаун Стоп Ни разу не видел, чтоб такой коротышка так играл Я хочу получить стипендий Уверяю вас, сэр, он весит больше 65 Техникум? Что ж, спасибо От сценариста команды из штата Индианы Вызывали тренер? Аарон Марк просмотрел все игры сезона Ты привлёк его внимание У нас здесь 200 игроков Отсеть придётся не меньше половины Живее, живее! Надеюсь, тренер прав насчёт тебя Да, сэр! Футбол не закаляет характер Он устраняет слабых Предлагаю тебе стипендию В университете Техаса Где ты будешь играть в футбол Все тренеры считали я слишком мал ростом Мне нравится твоё нападение Обещаю, вы не пожалеете, сэр! Сынок, руку отпусти Простите! В целом свете Хватит, 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 прекрати! Прекрати! Основано на реальных событиях Стейнварк получил крепкий удар Похоже, травма серьёзная Я видела, как ты старался не хромать на поле Не делай вид, что ты здоров Ты как? Порядок! Аарон Эхард Боюсь, с твоей ногой придётся обратиться к специалистам Есть пара вариантов Финн Уитрак Клянусь, тренер Я вас не подведу Я хочу играть в Далласе Робин Танни Мой мальчик может за что угодно Этот парень не отступал ни разу ни перед чем И сейчас не отступит Ему нужна ваша помощь Сара Булгер Что бы ни случилось, я буду рядом Ещё одну игру продержишься? Что бы ни произошло, ты выдержишь Все мои американцы Алло Привет Детка, привет Разбудила? Нет, просто я в отеле и как раз завтракаю Милый, я понимаю, что тебе это было нужно Но я хочу знать правду Ты же знаешь, что можешь мне всё рассказать, малыш Дэвид Да, я перезвоню тебе У тебя всё в порядке? Да, зашибись, я люблю тебя Эй! Что? Смотри! Скажи, гонись! Меня зовут Дэвид Пэкаус Мне 22, я торгую оружием по всему миру Ещё полгода назад я был простым массажистом в Майами-Бич Ой, упала? Теперь я тут со своим лучшим школьным другом Будешь со мной работать? Но я против войны Воевать нам и не придётся Мы с тобой будем грести бабло Как молодые 20-летние парни Выключили с Пентагоном контракт на 300 миллионов Ты говорил, что занимаешься постельным бельём Да, ну и ещё кое-чем приторговываем Я думала, максимум подушками Слава американской коррупции! Сотки миллионов патронов для калаша Закроем сразу весь заказ Я не могу вести дела с правительством штатов За мной слежка За тобой террористы следят? Нацбезопасность, расслабься, бро Да, мы работаем с теми клиентами, с которыми правительство не может работать напрямую Мы вот-вот сорвём курс 300 лямов в бак Это закон? Это не запрещено Я не плохой человек Но в такой ситуации Я бы спросил себя А что бы сделал плохой? А в Багдад на тачке безопасно? Вполне 50 на 50 50 что умрём и 50 что нет? Да, потому мы и едем ночью Это безопасней Насколько безопаснее? 50 на 50 О, что за на... Войны Красной Армии Враг рвётся к Москве Сегодня Затаив дыхание на нас смотрит весь мир Потому что здесь, на этих рубежах Мы встаём на его защиту Задержать задача, конечно, понятная Только Знать бы, на сколько Толщина брони корпуса Корпуса 30 миллиметров Ну что, проголодался, хищник? Потерпи Сейчас спущу тебя с привязи Сегодня, хлопцы, за родину помирать не треба Бронеборы! Сегодня за родину пожить треба Заряд второй, основное направление правее, 2.30 Одна пушка Два ПТРД 28 бойцов И никто не геройствует Потому как незачем Спокойно, жьём танки Двадцать восемь панфиловцев Смотрите в кинотеатрах с 24 ноября Мистер Пиркенс, вы должны быть Томас Вулф Я предпочитаю получать отказы по почте, но хотел познакомиться лично Вы первым читали Хемингуэф и Джеральда и распознали вне гений Все до одного издателя в Нью-Йорке ненавидят мою книгу Мистер, мы намерены издать вашу книгу Макс, это миссис Бернстайн Мистер Пиркенс Это она первая сказала мне, что я умею писать Тебя называют гений, теперь держись Я автор бестселлеров и заслужу немного роскоши Макс говорит, вы пишете новую книгу Она будет об Америке Сразу обо всей Я принес рукопись Заносите, пожалуйста Мы справимся Сколько? 9 месяцев, если ты прекратишь добавлять текст Я не могу не добавлять Книги уже 5000 страниц Я понял Поехали Нет, нет, нет Ты вот уже два года работаешь сутками Ты хоть представляешь, каково это каждый день возвращаться в пустую квартиру Его увел у меня твой муж Твоим дочерям нужен отец Моя работа — это моя жизнь Два года книгу сократили всего на 100 страниц Здесь каждое слово, каждый слог выстрадан кровью С Хемингуэем ты бы так не поступал И с Фиджеральдом прекрати Кто бы мог подумать, что ты настолько боишься жить? Жить можно по-разному Но поможет Бог всем, кто тебя любит, Том Несмотря на миллионы твоих прекрасных слов Ты не имеешь ни малейшего понятия, что такое настоящая жизнь По роману Скотта Беркл Макс считает, он меня создал Он меня искалечил Изуродовал мою работу Он исполнил твою мечту Дал тебе карьеру Посмотри, что ты со мной сделал Мне больно Я не могу отказаться от книги Выбирай, Том Сейчас Этот вопрос мучает всех редакторов, знаешь ли? Мы действительно делаем книги лучше Или просто их меняем? Ни разу в жизни до встречи с тобой у меня не было друга Ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти Чтобы я могла смотреть на тебя и не чувствовать ничего Такого писателя, как Том, встречаешь раз в жизни И в той жизни у тебя есть дочери Я должен добавить в книгу еще один абзац Господи, начнешь что-то добавлять, мы утонем Гений Эта книга посвящается Максвеллу Эвертсу Перкинсу Автор надеется, что книга окажется достойной его Скоро в кинотеатрах Это моя дочка И однажды она станет величайшим художником в мире Как тебе, Лои? Хорошее имя для сцены? Для сцены? Великолепная, Лои! Простите, сэр Но вам нужна другая Она слишком холодная Едва ли Париж Вот где вы должны танцевать Там ценятся авангардистки Откуда вы такая? Из Америки А это что за механизм? Электрические прожекторы Для красоты Даю вам две недели А эту можно удлинить Если все провалится, вылетите обе Все ясно Сцена первая Глубые огни прожекторов светят из правого угла Палые платья развиваются на колокольчике Вы были ослепительны Арман Дюбаншель, директор Грана Перу Мы возродим это место в новом столетии Я еще не слою Фуллер Айсидора? Какая грация Только бы девчонка справилась Это всего лишь театр Не поддавайтесь им чатам Считаете, у нее есть талант? Вам нужна она Думаете, я обманулась? Думаю, вам ни за что не найти человека Который ранит вас больно Это мой танец! Довольно! Без моего платья я ничто Вы что там застряли, капитан? Мы ждем, сэр Чего ждете? Рядового ДОСа Кто этот чертов ДОС? Я мечтал поступить на медицинский, но знаний не хватает Я не могу остаться, позволив им умирать за меня Что ты собираешься делать на войне с твоими-то идеями? Там, где повсюду смерть, я буду спасать жизнь И так отдам свой долг родине Правительство Соединенных Штатов приготовило вам подарок Созданный, чтобы уничтожать врага Простите, сержант, я не возьму в руки оружие Не можешь убивать Не могу Ты в курсе, что убивают на войне сплошь и рядом? Рядовой ДОС не верит в насилие Не надейтесь, что он выручит вас на поле боя Не думаю, что дело в религии Скорее, ты просто трус Я полюбила тебя, потому что ты был не такой, как они все Говорят, тебе грозит тюрьма Но я никогда не смогу себя простить, если предам свои убеждения Мир явно вознамерился разорвать себя на части И что такого плохого в том, что я его хочу немного подлатать? Рядовой ДОС, вы вольны отправиться в пекло боя без оружия И возможности себя защитить Не бойся, я вытащу тебя Вам нужно это увидеть Кто их вынес? Труси их от ДОС Завтра опять штурмуем высоту Парни отказываются идти без тебя Помоги Ты должен мне доверять Обещай, что вернешься ко мне Молю тебя, Господи Дай мне спасти еще одного Дай спасти еще одного Дай спасти еще одного Дай спасти еще одного